Я в глаза твои Ты пройдешь по знакомым местам И услышишь мой голос там В переулках темных глухих Ты услышишь вот эти стихи И увидишь, я жду на углу И рассеюсь в вечернюю углу Я тебя навсегда закляну Я в твоем и в моем линии Анна Александровна Баркова Талантливая поэтесса Писатель-диссидент Женщина-бунтарь Более 30 лет Баркова провела в лагерях Испытав все тяготы заключения Сидела при Сталине, Хрущеве и Брежне Произведения Барковой арестантки Сохранились лишь потому, что Следователи КГБ подшивали их к делу В качестве вещественных доказательств Голос хриплый И грубый Ни сладко шептать, ни петь Немножко синие губы Морщин причудливых сеть А тело, кожа до кости Прижмусь могу ушибить И все же сомненья бросьте Все это можно любить Как любят острую водку Противно, но сжет огнем Сжигает мозги глотку И делает смерда царем Как любят корку гнилую В голодный чудовищный год Так любят меня И целуют Мой синий и черствый Род Ее имя Сверкнувшее на небосклоне Молодой советской поэзии Потом выжженное оттуда Каленым железом И лишь после ее смерти Возвращенное в литературу Собственное имя Сразу связалось с Ахматовой И это понятно уже хотя бы потому Что эта Анна Оказалась воспринята Именно как антипод Под той Анны Но фамилия Не дьявольская ли шутка Получить фамилию Знаменитого Ахальника 18 века Автора и героя Чуть ли не всех скабрезностей Русской лирики Не имея с ним Ничего общего А может дьявол Как раз и разыгрывает такое На самом-то деле Ее фамилия Из семейных преданий Боркова Что-то лесное Глубинное Напоенное темной влагой Что-то волжское Борковыми Ее родители стали Когда из бурлатских дали Жарким ветром Цивилизации Вынесло их В городскую жизнь Среди чадящих Фабричных труп Дети в семье умирали Четыре сына Четыре гроба Пятого ребенка Приняли уже без радости И растили без надежды Но маленькая рыжая девочка Выжила Анна родилась В 1901 году Иванова Вознесенский В простой семье Ее мать Умерла рано Отец работал Сторожем В частной гимназии Крамаревской Где девочка училась Здесь Боркова Начала писать стихи Много читала Отдавая предпочтение Произведениям Сологуба Достоевского Уальда Эдгара На углу Улица Восьмое Марта Расположено Нарядное Кирпичное Двухэтажное Здание В котором Сейчас Находится Поликлиника Номер Десять На восьмиклассную Частную Женскую Гимназию Такие Учебные Заведения В те годы Отличались От государственных Лучшим Подбором Преподавательского Состава И относительно Большей Свободой В организации Учебно-воспитательного Процесса Обучение В гимназии Было Платным И первоначально Это было Достаточно Привлегированное Заведение Однако Финансовая Помощь Которую Оказывали Гимназии Город Шуйское Уездное Земство И ряд Благотворителей Позволили Обучаться Здесь Одаренным Детям Из Малоимущих Семей Основное Внимание В учебном Заведении Уделялось Изучению Гуманитарных Дисциплин В старших Классах Преподавалось Музыка Танцы Кройко И шитье Женскую Одежду Корморевская Очень много Внимания Уделяла Изучению Отечественной Литературы А еще В гимназии Был обычай В разных Классах Зачитывать Лучшие Сочинения Воспитанниц После Окончания Учебы Выдавалось Вопустное Свидетельство Которому Можно было Работать Учительницей В начальной Школе И в качестве Домашней Наставницы Первый выпуск Состоялось 21 девушки По воспоминаниям Выпускниц Гимназии Каждое утро После молитвы Ученицы Во главе С классной Наставницей Представлялись Марии Ивановне Каждодневный Традиционный Контакт Давал Руководителю Немало Материала Для размышлений О направлении Воспитательного Процесса Благодаря Хорошему Подбору Педагогов Гимназии Марии Корморевской Считалось Одним из лучших Учебных Заведений Иваново-Знесенска Ее закончила Известная Талантливая Процесса Анна Баркова Стихи Она писала С 13 лет В которых Выражала Своё одиночество И раздумья О жизни Человека Из бедной семьи Хорморевская Не раз подчеркивала Ум И политическое Дарование Анны Барковой От предков Ощущение Пустоты В 1917 Году Написала Что-то Вроде Гимназического Сочинения Между прочим Блестящий Текст На тему Достоевского Признания Внука Подпольного Человека Все относительно И все Ложно Все есть И ничего Нет А все-таки Так Без всего Можно ли Жить Ну-ка Мои предки Не назову Моих предков Все Все Надоело Ситуация Избранная Судьбой Для Изменницы То есть Место И время Рождения Анны Александровны Барковой Ивана Вознесенск Первый год 20 века Сама Баркова Оглядываясь Из тьмы Лет на свое Сияющее Детство Вспоминает Как фабричной Гарью С младенческих Дышало Дней Жила в пыли В тоске В угаре Среди Ивановских Ткачей Там с криком Прочь капиталистов Хлестали водку Били жен Потом Смирясь В рубашке Чистой Шли К фабриканту На поклон Вставай Проклятием Заклеменный Религиозно Пели Там Потом С экстазом За иконы Шли И в обили Смерть Жидан А впрочем Во в боевых Отрядах Рабочей массы Был народ Который Находил Отраду Читая Правду И вперед Впервые Стихи Барковой Были опубликованы В 1917 Году В Иваново-Вознесенской Газете Рабочий край В штатном Расписании Издания Анна Значилась Как хроникюр Писала Филитоны Репортажи Заметки Связанные Жизнью Города Ткачей Однако Душу Баркова Отводила Все-таки В стихах Которые Публиковала В рабочем Крае Под псевдонимом Каликоперехожие Курнос 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 Газетки Газете В которой Анна Баркова Проходит Рабочее Крещение Суждено Прогреметь На всю Россию В 1918 Году Ее Редактирует Воронский Будущий Знаменитый Литературный Критик Он Создает При редакции Настоящий Филиал Пролеткульта Настоящий В том Самом Смысли Какой Имеет Ввиду Горький Когда Говорит Ленину Что Только В Иванове Есть Настоящие А не Ряженые Пролетарские Поэты Чтобы Убедиться В этом Ленин Запрашивает В библиотеке Комплект Рабочего Края А Заинтригованный Луначарский Лично Отправляется В Иваново Знаменитый Нарком Прос Знакомится С огненно-рыжей Анной И с Ее Стихами У Врагов На той Стороне Мой Давний Друг О Смерть Прилети Ко мне Из милых Рук Сегодня Я не Засну А Завтра Дружок На тебя Я нежно Взгляну И Взведу Курок Пора Тебе Отдохнуть О Как Ты Устал Поцелует Пуля В грудь А Я В Уста Ивановские Пролетарские Деятели Разгромили Стихи Барковой Обвиняя Поэтессу В мистицизме И упадничестве Однако Нарком Просвещения Поддержал Восходящую Звезду Искренне Восхищаясь Ее стихами В предисловии К первому сборнику Женщина Луначарский Дал такую Характеристику Стихотворной Форме Барковой Она почти Никогда Не прибегает К метру У нее Совсем Личная музыка В стихах Терпкая Сознательно Грубоватая Непосредственная Как дух наш Горестный Живуч А сердце Жадное У кавы Поэзии Звенящий Ключ Пробьется В глубине Канавы В каком-то Нищенском Краю Цинги Болот Оград Колючих Люблю И о любви Пою Одну из Песен Самых Лучших Нарком Просвещения Приехавший В Иваново-Вознесенск Смотреть кадры Очарован Я нисколько Не рискую Говоря Что у товарища Барковой Большое Будущее Больше Он вполне Допускает Что товарищ Баркова Сделается Лучшей Русской Поэтессой За все Пройденное Время Русской Литературы Нарком Недалек От истины По масштабу Фигура Вполне Подходит По ярости Противостояния По планетарности Охвата В 1922 Году Луначарский Устраивает Будущей Лучшей Русской Поэтессе Переезд Из Иванова В Москву Он оформляет Ее Своим Личным Секретарем И поселяет В своей Квартире В Кремле Через пару лет Проведенных В наркомпросе Баркову арестовали За антисоветские Высказывания Вскоре Начались Долгие годы Исправительно-трудовых Лагерей Творчество За колючей Проволокой Стало Своеобразной Лагерной Лирикой Долгожданное Освобождение Не принесло Литератору Душевного Счастья Через 10 лет 29 апреля 1976 года Анна Александровна Скончалась В Москве На белом Раморной Доске Установленной Ивановцами Эпитафия Вольный ветер Меня плачет Мятежная Душа Поэтессы Успокоилась Только после смерти Прости мою Ночную душу И пожалей Кругом Все тише И все глуше И все темнеет Я отойду В страну Водушья В хмаре Ноября Прости мою Ночную душу Любовь моя Спи, сон твой Хочу подслушать Тревог полна Прости мою Ночную душу В глубинах Сон твой Сон твой Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова